привет друзья сегодня это короткое видео будет не в привычном обучающим нам формате а скорее информационном и поговорим об актуальной теме особенно среди начинающих пользователей это русификация zbrush совместно с автором перевода на русский игорем елецким и при информационной поддержке кондрате кипро собственно мы представляем вам эту русификацию и хотели бы поговорить немного об этом сразу отметим что сам интерфейс zbrush останется без изменений он переводится не будет по ряду причин самая очевидная причина это во-первых сам перевод вот эта русификация она очень вредна для всей индустрии потому что все термины которые здесь вы можете увидеть в индустрии компьютерной графики уже стали нарицательными именами то есть preferences render материал move scale rotate bevel extrude multiply и так далее имена уже действительно нарицательные и их нужно обязательно знать если вы хотите всерьез развиваться в этой индустрии ну и во-вторых сама идея вот эта идея превратить оболочку в zbrush нечто напоминающее русифицированный frankenstein 3ds max чей русский интерфейс ходил по рунету порядка 10 лет назад а в принципе вызывает холодную дрожь кто помнит те времена тот знает о чем речь ну или к примеру русифицированный photoshop или любой продукт adobe если взять то посидев русифицированной версии переходя в соседний софт который в принципе оперирует теми же понятиями но уже на английском начинаешь подать в некоторый ступор и пробуксовывать да кто пробовал опять же тот понимает о чем речь так чем же суть тогда этого перевода о котором мы хотим сегодня поговорить а суть собственно в русифицированных подсказках и интерактивной справки preferences сейчас у меня уже установлен этот перевод вот он русский язык стоит да и при наведении на инструменты мы видим собственно что они делают скажем вот дроуда режим рисования горячая клавиша перемещение w горячая клавиша скейл от и так далее также здесь мы видим эти русифицированные подсказки то есть при наведении что очень полезно да вы видите термин на английском и сразу же получаете а его суть на русском это первый момент второй момент это русифицированная справка то что у нас zbrush есть интерактивная справка не секрет при зажатии control к примеру наводя на move зажимаем control и получаем не просто описание действий да а подробное описание того как работает этот алгоритм здесь игорь прикрепил еще собственную иллюстрацию расписав как работает этот инструмент то есть интерактивная справка внутри zbrush практически быстро никуда не ходя вы можете обращаться к ней далее инструмент гизма в данном случае тоже имеет интерактивные подсказки если навестись да то видно что он делает и сразу же здесь популярное дополнение то есть control для inflate если мы делаем либо если зажимаем control то это уже будет inflate да ну как работает zbrush вот таким образом узи моделлер тоже здесь есть интерактивная подсказка то есть наводим и видим что делает конкретный инструмент а то есть как вы видите да вот эта суть перевода заключается вот в этом также что еще хочется отметить это русифицированные подсказки об ошибках ну скажем так об ошибках одна из самых частых это не замороженные уровни или собственно наличие уровней вот я сейчас пытаюсь на подразделенную модель вставить им геометрию и видим опять же русифицированную подсказку а потому что по нашему опыту преподавания в zbrush подобные диалоги достаточно часто ставят начинающих пользователей в тупик ну и заключительный момент help у нас тоже есть справка то есть здесь тоже русифицированная справка но в данном случае это конспект то есть это такой предварительный вариант сейчас для демонстрации на конспект который находится в свободном доступе работа над переводом как вы видите уже начата сегодня мы хотим именно спросить вашего мнения начинающий вы пользователь или не начинающий пользователь с достаточным опытом zbrush как вы относитесь к такой идее какие пожелания возможно у вас будут к переводу в нашей группе вк мы прикрепим опрос об актуальности для вас этого перевода и также вы сможете высказать свое мнение в комментариях что еще хотели бы здесь увидеть или напротив не увидеть если нет аккаунта вк можете оставлять комментарии прямо под этим видео мы читаем и внимательно за всем следим также хотим напомнить что на днях у нас стартовал обновленный курс абсолютный зебраж и если хотите освоить зебраж с нуля до готовых рендер композиций в короткий срок добро пожаловать все ссылки также будут в описании не в группе пока заранее спасибо вам за ваше мнение желаем огромных творческих успехов всему зебраж и до новой встречи